Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 да такая себе пчелиная акробатика воздушная вот и вот вместо жала у трутня как раз семенной аппарат и вот самое печальное что точно так же как жало у пчелы вот так же вот процессе благотворения этот аппарат у трутня отрывается и трутень погибает то есть одноразово по сути одноразово а ну а как выйти с той ситуации скажем так они также быстро растут как и пчелы какая их популяция по сравнению с пчелами в том же в улье их всего лишь несколько сотен то есть если пчел десятки тысяч то труднее всего лишь несколько несколько сотен очень часто они растут чуть дольше потому что нужно набрать массу вот и в отличие от пчел и маток они развиваются из необлодотворенных яиц то есть такой себе партеногенез получается если мы говорим о о трутнях очень часто там в том же ютубе можно увидеть как пчелы выводят удаляют скажем так из улья тех же трудней почему этот процесс происходит это от избытка или не знаю из-за нелюбви что такое так и есть пчелы осенью когда собираются к зимовке избавляются от всего лишнего что может повредить семье какая философия у женщин да а трутень он же по большому счету пока не исполняет свои основные функции он только подъявляет корм ну конечно у нее есть дополнительная функция это терморегуляция все-таки большая масса тела и если вот летом допустим прохладный период то трутень может греть расплод мало то есть личинки пчел да то есть такая вот функция няньки тоже немножко присутствует но осенью до его постигает печальная судьба всех трудней сначала пчелы морят голодом не давая им меда дело в том что трутень даже сам поесть не может его пчелы кормят вот такие вот вообще однаглевшие мужики да и в конце их выгоняют до выгоняют чтобы но то есть по сути на голодные смерти и на холод все это да а потом они с контакт весной опять выводится выводят новых то вы новых вот так если мы говорим о длительности жизни общей ли мы говорили о том что если активно она работает он может и до месяца только дотянуть да то как строить ними они дольше живут они бы жили дольше если бы их не выгоняли а то есть они даже могут и год и больше жить или как чисто теоретически да чисто теоретически в них заложена довольно большая продолжительность жизни но пчелы не допускают все-таки говорим о том что пчелам полезные все-таки трудни но и для людей не тоже имеют определенные полезные эффекты какой именно именно так для человека полезными являются личинки трудня и в первую очередь благодаря тому что из личинок делается такой вот продукт называется собственно так он называется гомогенат трутневых личинок вот это выжимка из личинок трутня и она очень богато питательно белково а главное гормонально то есть по сути это весь тот жизненный запас который был заложен в троне это в большом счету так оно и есть вот но это такая вот сметанообразная жидкость можно сказать а если мы говорим о ее использовании поговорим в этом более детально а вот о ее ее поиски и покупки где ее можно найти и вот таком же виде продается или значит как и любую такой вот насыщенный белковый продукт она очень нестабильна гомогенат очень нестабилен поэтому его либо в замороженном виде продают либо в смеси с медом ну уже кому как удобнее принимать смотря для чего то есть я в основном продаю замороженном виде не портятся какие-то его свойства в том то и дело что в заморозке ничего не портится и может длительное время хранится а по времени вот длительное это все-таки сколько привод года заморозки до при минус 18 в морозилке то год минимум если мы говорим о покупке вот то если там с медом да мы говорим там свежий можно в таком то в такое время сетом такой сезон купить это как выйти с этим продуктом когда его лучше всего покупать труд не появляются в конце апреля где-то начале мая в зависимости от силы семьи от погоды вот и вот именно как раз май и июнь как раз из конец весны начало лета как раз отличный период для этого а потом можно его хранить опять-таки в холодильнике морозилке ну если это замороженный то есть чистый стопроцентный то в морозилке в замороженном виде если эта смесь с медом то просто в холодильнике а я смею за граница там буквально пару месяцев а если говорим о замороженном этом продукте я так вот детально все спрашиваю думаю всем же интересно каким не то как мы его размораживаем полностью каждый раз используем частично или он не калорий сортится лучше просто ножом накану ковырять себе сколько необходимо а следующий вопрос теперь о пользе узнали как его хранить где его найти чем он полезен значит кроме всех обычных полезных свойств как у любого продукта пчеловодства то есть повышение иммунитета благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему главное у него это благодаря тому что это продукт из трутня сделаны это как раз гормоны мужские гормоны мужчинам в помощь мужчинам в помощь сто процентов как говорят пчеловоды виагра отдыхает но не в прямом смысле что именно так и тут нефть на поете это для детей сейчас мы несколько иной принцип действия это и лечение проблем с половой системой причем как у мужчин так и у женщин но опять же для женщин больше маточное молочко подходит потому что там женские гормоны а трутневый гомоген больше для мужчин очень полезный продукт и вот это вот его основное такое вот свойство а если говорим о употреблении то как часто в каком виде с чем возможно там запивать и не запивать заедать как ну если он замороженном виде то просто как рассасывать во рту и все если это с медом то брать и есть по количеству теперь вот чистый где-то 2 грамма в сутки но если смесь с медом обычно либо один к десяти получается то есть одна часть гомогената на 10 частей меда иначе он скиснет то уже идет там столовая ложка примерно или около того один раз с утра как обычно за полчаса до еды не желательно не запивать и будет вас здоровье друзья вот так труд не стараются труд не стараются да и еще одно применение его это косметологическое дело в том что благодаря опять же своему составу насыщенному белкам и прочим ферментом это самая лучшая увлажняющая и питательная маска для кожи которую только можно придумать вот так друзья те кто с нами были 8 20 у нас был первый гость с которым говорили про маски для волос теперь маски для тела рук ног для всего как их использовать очень просто берется и мажется на руки на лицо то есть в ничем числа ничем ничем не разбавляем маску эту потом смывать и не смывать ну где-то полчаса ее можно подержать и смыть теплой водой но можно и не смывать то есть по сути можно перед душем например если что то да в принципе можно это к суставы что нет только вот косметическое именно косметическое именно для кожи питательная и увлажняющая особенно сейчас такой период когда обветренная вот у меня у самого час руки очень обветренные все-таки вода и холодно и сыра то очень хорошо помогает это пленочка сразу как стягивает мужу и нежные шелковисты и скажем так последний вопрос а если какие-то предостережения в плане того что эта маска только там для руки или только для лица или можно использовать на любую часть это можно использовать на любой части но опять же изначально нужно небольшую участок для теста для теста да вот так друзья ну что ж добегая завершения наши трети на прямого эфиру вам дякую за то что завитали до нашей студии зроблю новички анонс наступного тижня будет наступна тема это уже медовуха скажем так темы растут и начали просто из меду теперь уже переходим до ище продуктов которые можно выготовить за допомогою цего продукта основного вам дякую за то что завитали до нашей студии если вы пропустили одну из разгов с нашим рынковым гостем заходите на страницу в ютубе телеканал миколаев та отшуковывайте за тегами которые вы бачите под час разговор с нашим рынковым гостем